Здравствуйте! Это снова я, Краса Дмитрий, дизайнер. В прошлых видео я рассказал о том, в каких областях использовать SketchUp, об особенностях и плюсах этой программы. Сегодня же я хочу показать, как SketchUp поможет при планировании ремонта в квартире, косметического ремонта. При таком ремонте, планируя работы, обычно необходимо рассчитать расход проделочных материалов на стены, прикинуть планировку или расстановку мебели, рассчитать материалы на полы и потолки. Технология разработки такого простого проекта не потребует от вас квалификации дизайнера. Достаточно здравого смысла, понимания стоящих перед вами задач и SketchUp Free. Итак, перед тем, как приступить к работе, нужно измерить помещение и от руки на бумаге нарисовать обмерный план. В обмерном плане важно указать длину помещения, ширину помещения. Обратите внимание, что здесь мы взяли помещение не прямоугольной такой формы, а скошенной с одной его стороны, своего рода такой выступающий эркер, как часто бывает в некоторых домах, с тремя окнами. И что важно, при дальнейшем планировании работ нужно обязательно измерить ширину окон, ширину дверного проема, расстояние дверного проема до угла помещения, а также высоты дверных проемов от пола и высоты оконных проемов от пола и высоту самого оконного проема, также высоту потолка. Все эти данные необходимы для того, чтобы перенести их в трехмерную модель SketchUp. Дальше нам нужно зайти на сайт sketchup.com, и нас интересует онлайн-версия программы и его бесплатная версия, поэтому в разделе «Продукты» кликаем по выпадающему меню SketchUp Free, открывается окно онлайн-редактора и нажимаем на кнопочку «Начать моделирование». Дальше нужно иметь данные по регистрации, чтобы начать использовать с этим продуктом, то есть нужно либо зарегистрироваться, но в данном случае, так как я уже являюсь зарегистрированным пользователем, я вобью свою электронную почту и пароль для того, чтобы зайти в свой канал. Пароль. Загружается онлайн-редактор Free или SketchUp Shop в зависимости от того, какая у вас установлена подписка. В данном случае у меня загружается SketchUp Shop, платная версия, но он практически не будет отличаться от бесплатной версии. На некоторые моменты в работе я, может быть, вам укажу, когда мы продолжим с вами работу. Здесь у нас краткий тур открывается при первом запуске на новом компьютере. Надо пролистать, согласиться с соглашениями и можно начинать работать. У нас уже есть нарисованный на бумаге план помещения. Это будет пальная комната. Будем иметь в виду, что мы уже знаем ее ориентировочную планировку. Обратите внимание, что все размеры у нас на обмерном плане в миллиметрах. Нам нужно тоже посмотреть, какие у нас размеры при открытии файла. В данном случае миллиметры у нас выбираются вот здесь. Точность настраивается вот здесь. Далее мы можем, посматривая на наш чертеж, расставить направляющие линии. Направляющие линии очень удобны для того, чтобы отрисовать все контуры помещения, то есть разметить контуры помещения, а потом по ним уже вычеркнуть основные линии трехмерной модели. Итак, длина комнаты у нас 6200 миллиметров, ширина 3200 миллиметров. Нам нужно поставить направляющие на таких расстояниях. Вдеваем их с клавиатуры, 6200, а тут у нас 3200. Поставим направляющие еще на координатные оси, чтобы к ним была привязочка. Потому что инструмент рисования будет привязываться к направляющим. Это очень удобно. Так. Это у нас внутренний контур помещения. Дальше нужно наметить, разметить его центральную ось, потому что расположение окон ориентировано по центральной оси. Для того, чтобы привязаться, мы можем либо посчитать, либо нарисовать наш первый контур. Обратите внимание, вот он наш первый контур по ширине. И дальше привязаться к направляющей линии к ее середине. Привязка к середине. Смотрим дальше. Расстояние от начала скоса 5600. Эту направляющую нам тоже нужно выставить. Есть. Вот мы получили каркас из направляющих линий внутреннего контура помещения. И можем его обвести инструментом линии. Он привязывается к... А, ну обратите внимание, что пока еще рановато обводить, потому что мы сделали еще один контур. Вот он 1900 миллиметров. Его тоже нужно отметить. 1900 делим на 2. 950 миллиметров. Вот. И вот теперь уже можно этот контур обвести. Это внутренний контур помещения. Снятый нами с обмерного плана. Так. Ну, это получилась площадь помещения. Дальше нам нужно получить стены. Создать такую коробочку нашей комнаты. Стены, ну, примем, что внутренние стены перегородки у нас будут 150 миллиметров. А внешняя стена будет у нас, допустим, 300 миллиметров. Давайте тоже расставим направляющие, чтобы получить внешний контур. 150, 150, 150, 150, а здесь 300. Нам не так важны толщины стен в данном случае, но будем приближаться к более-менее реальным параметрам, для того, чтобы наш интерьер был максимально реалистичным, похожим на реальную ситуацию. Так. Обратите внимание, что вот такой серенький фон, серый цвет нарисованных грани, означает, что они повернуты к нам обратной стороной. Для того, чтобы их развернуть, надо щелкнуть тройным нажатием по кнопке мыши и в контекстном меню выбрать «Перевернуть грань». Обратите внимание, грани стали белой лицевой стороной, обрещенные к нам. Но это тоже важное понятие. SketchUp, в принципе, также программа полигонального моделирования. Кто с этим знаком, тот сразу все поймет. Кто нет, можно сказать, что тут также грани – это своего рода полигоны, которые имеют лицевую и обратную стороны. Обратная сторона таким образом обозначается серым цветом изначально, когда рисуется, а лицевая сторона – белая. Ну, продолжим. Дальше нам нужно получить коробку помещения и выдавить стены на высоту потолка. Высота у нас 2600. Делаем это. При помощи инструмента выдавливания поднимаем коробочку и получили вот такую вот болваночку – 2600. Ну, дальше осталось поставить окна и дверной проем. Итак, это окно у нас 1200 мм центральное и боковые по 630. Высота. Давайте начнем с установки этих направляющих. Потом мы ставим другие направляющие. Выставляем центровые направляющие по осям каждой стены. Центральные. Так, высота от пола 900, отмечаем 900. Также проставляем направляющие здесь. Так, и самих оконных проемов 1450. 1450 мм. Есть. Ширина окна, как я уже говорил, 1200, значит 600 вправо и влево. Миллиметров. Так, а это, эти оконцы боковые у нас потоньше, по 315 мм вправо и влево. Обратите внимание, что у нас получается абсолютно, помещение получается построенным по абсолютно точным размерам. То есть, какие вы сняли, хоть такая же трехмерная модель у нас и получается. С точностью до миллиметра. Понятно, что есть какой-то допуск. Невозможно прям идеально измерить. Допуск обычно может быть там до 3, вот от 1 до 3 см, например. Но, в общем и целом, эта модель получается достаточно точная. И именно поэтому, что она такая точная, и можно быть уверенным в качестве нашего проекта для косметического ремонта. Ну, я сейчас отменю действие, потому что он туда привязался. И продолжу жертить окна. Оконные проемы, точнее, это еще не сами окна. Сами окна мы в данном видео вставлять не будем, потому что это не является задачей нашего видео. На это потребуется чуть больше времени. А мы просто выдвинем оконные проемы. При помощи инструмента выдавливания привязываемся к противоположному краю стены. И таким образом прорезаю сквозные отверстия в стене. То есть, выдавливание можно не только получать объемы, но и прорезать отверстия. Ну, это уже понятно. Дверной проем на расстоянии 1200 миллиметров от левого угла помещения. Делаю это. Проставляю направляющую. И 900. Проем 900 для дверного полотна 800 миллиметров. Высота обычно берется, ну, 2,60-2,50 миллиметров. И 2050-2060 миллиметров. Или 2 метра 5 сантиметров, 2 метра 6 сантиметров. Стандартное дверное полотно высотой 2 метра. Таким образом, вот она, наша коробочка. Саму трехмерную модель мы построили. Дальше тройным нажатием мыши мы выделяем весь объект. И создаем из него группу. Для того, чтобы при дальнейшем черчении к ней ничего не прилипало. У нас уже получилось много направляющих. Надо немножко почистить экран. Захожу вот на такую вот иконку отображения, очки. И удаляю все направляющие. То есть этап подготовки трехмерной балланки или трехмерной модели помещения у нас на данном этапе завершен. Можно приступить к планировке. Если мы представляем себе, что РЕ у нас будет стоять. И представляем себе или знаем размеры или габариты той мебели, которую мы хотим выставить в помещении. Мы можем сейчас поговорить, эту мебель отчертить, даже не прибегая к загрузке готовых моделей. На самом деле такие упрощенные модели, которые мы сейчас с вами тут начертим, они очень удобны. Не загромождают ресурсы компьютера. Но даже не этим они удобны. У нас же онлайн версия. Ресурсы компьютера как таковые, в принципе, у нас часто и не загружены. Но удобно тем, что в любом случае модель будет проворачиваться достаточно шустро и быстро. Мы не тратим время на поиски каких-то стилевых решений, потому что это не является задачей данного этапа. А просто по размерам расставляем мебель. Кровать двуспальная. Обычно коробочка такой кровати может занять 2 на 2 метра. Давайте мы выставим направляющую. И так, тут у меня ошибочка. Ошибочка клавиши отменить легко отменяется. Так, 2000 на 2000. Так, 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 не сработало. Давайте еще раз. Есть. Вот этот прямоугольник у нас будет занимать площадь двуспальной кровати. Дальше мы уж работаем в 3D. Вот в том-то и преимущество этой программы, что можно не просто черпить какой-то план, а сразу наметить все пропорции объекта по высотам, которые они занимают. Обычно кровать от пола поднимается миллиметров на 450. Мы это значение знаем. Ну и еще у кровати бывает изголовье, которое поднимается еще выше. Мы сейчас не будем там поточной модели где-то искать. Ну, допустим, миллиметров на 600-700 можем это изголовье поднять. Чтобы знать, что эта часть стены будет у нас занята изголовье. Чтобы придать ему толщину, обычно мебельные планки могут быть там до двух сантиметров толщиной. Вот мы это сделаем. Сгруппируем кровать, чтобы к ней ничего больше не прилипало. На самом деле, для большей реалистичности можно ее немножечко отодвинуть, потому что мы знаем, что там может быть плинтус или так далее на пару сантиметров от стены. Дальше нужно поставить, ну, в стандартной спальне обычно могут быть еще тумбочки. Так, давайте кровать сделаем, сориентируем по краю дверного проема. Допустим, мы сейчас занимаемся планировочным этапом, и нам не хочется, чтобы кровать у нас заходила на дверной проем. Начнем от него. Дальше нам нужно поставить тумбочки. Ну, стандартный размер тумбочек тоже не секрет. Обычно они могут быть там 500-600 миллиметров, там 450. Мы возьмем 500 на 500. Выстраиваем по осям. Тут уже без... Ох, ошибся немножко. Куда я там? Видите, тут... Если иногда можно не в ту сторону направить ручку, и получится, что линия пошла не туда. Надо отслеживать положение крыльтатных осей. Если она зеленая, синяя или красная, значит, мы ее рисуем в правильном направлении. Так, высота тумбочки возьмем тоже 500. Обратите внимание, что я сейчас превращу эту тумбочку в компонент. Не в группу, а в компонент при ее объединении. Это означает, что если мы этот компонент скопируем, то все операции, которые мы будем делать с этим компонентом, они будут одновременно делаться и с его копиями. Этот прием используется во многих программах трехмерного моделирования. В SketchUp это называется компоненты. Назову его тумба. Окей. Скопирую эту тумбочку налево от кровати. И теперь давайте продолжим редактирование тумбочки. Редактировать компонент через контекстное меню. И отрисую у нее верхний ящик. Ну, просто чтобы она была больше похожа на тумбочку. Мы сейчас рисуем очень схематично, чисто по размерам. На этапе планировки нам не нужна детализация. Нам нужно просто понимать, что и сколько места занимает. В принципе, этим можно ограничиться, если дело касается косметического ремонта. Не усложнять. Обратите внимание, что правая тумбочка и левая приобрели такую же черту под верхний ящик. То есть компонент также изменился. Копия компонента. То есть это польза компонента. Редактируя один объект, создавая его копии, мы одновременно редактируем неограниченное количество его копий. Так, спальный гарнитур мы поставили. Давайте удалим направляющие, которые касались установки этого спального гарнитура. Так, фигура человека нам мешает поставить шкаф. Давайте мы ее поставим поближе к двери. Вообще человек очень полезен, фигурка человека. Она позволяет нам сразу оценивать масштаб. Так что мы не будем его удалять из проекта. Мы просто поставим, куда нам нужно. Здесь можно встроить хороший гардеробный шкаф. Глубина у него обычно 600 миллиметров, если это шкаф-купе стандартных параметров. Очертим его в площадь и поднимем. Ну, я пока точно не знаю, какой высоты у нас будет потолок. Ну, представим себе, что потолок у нас опустится с учетом установки светильников на 100 миллиметров. И мы хотим встроить шкаф до потолка. Ну, пока. Может быть, потом мы немножко поменяем на то и проект, чтобы какие-то изменения по ходу работы вносить, если нам что-то не устроит или не нравится. Ну, пока так. Вот. Подняли шкаф до минус 100 миллиметров от уровня потолка. Делаем из него группу. А дальше нам нужно разделить фронтальную плоскость шкафа на дверцы. Это можно сделать через контекстное меню. Разделить. Смотрим, сколько у нас дверц помещается. 4 сегмента по 800 миллиметров. Нормально. Подчерчиваем дверцы. Все, шкаф готов. Нам не хватает здесь еще, ну, для того, чтобы была более-менее законченная планировочная картина, я думаю, стоит добавить туалетный столик и телевизор. Туалетный столик может стоять где-то в районе окна. Ну, я думаю, подход к самому окну мы загораживать не будем. Давайте сделаем его вот здесь. Обычно их глубина не такая большая. Ему можно, допустим, ограничиться 450 миллиметров. И также его параметры выставим такие, какие нам нужны. Ну, допустим, 1100 миллиметров мы возьмем в длину туалетного столика. Очертим его. Поднимем на высоту 750. Высота столов обычно 750 миллиметров. Так что вот такая коробочка у нас получилась в заготовке для туалетного столика. Создаем из него группу, мы его не будем копировать. И давайте, чтобы он был больше похож на столик, сделаем ему как бы боковые ножки. Для этого можно воспользоваться еще одним инструментом. Сейчас я его найду. Всегда быстро нахожу. Вот он. Инструмент смещения. Вот, допустим, ножки у нас будут по 40 миллиметров. Вот мы выдавили. Есть. Удалили ненужную грань. И так, опять я пошубочно нажал немного кнопочку. И выдавим насквозь. У нас получились сейчас пока такие боковые стойки. Если хотите сделать ножки, в принципе, тоже ничего сложного в этом нет. Можно поступить по-разному. Либо выставить направляющие и очертить контуры. И потом выдавить их. Ну, на этапе детализации и планировки, даже это сейчас пока является немножко лишней работой, потому что не является сейчас нашей задачей, как бы настолько сильно конкретизировать эту мебель до уровня отдельных ножек, и тем более до более мелких деталей. Но, если хочется, можно это сделать, чтобы картинка приобрела более завершенный вид. Я часто пользуюсь направляющими уже до уровня автоматизма. То есть, как бы, достаточно удобный инструмент, потому что он позволяет достаточно быстро и оперативно строить формы нужного размера. Не всегда вот сейчас получается где-то что-то выдавить сразу в один подход, но удалив ненужную линию, и так мы достигаем все равно нужного результата. Вот у нас получился заготовка для туалетного столика. Здесь, судя по всему, будет зеркало, но дальше мы не будем это настолько сильно конкретизировать сейчас. Мы хотим почитать обои стен, площадь пола, потолок, и сделать какой-то чертеж для того, чтобы потом по этим данным закупить материалы. Так, удалим опять направляющие. Ну, я думаю, для завершения все-таки нашего внешнего вида планировочного надо еще сделать настенный телевизор, и тогда у нас планировка приобретет некоторую определенную степень логической, логичной завершенности. Ну, спальня в телевизор не является обязательным атрибутом, но в такой большой комнате, в принципе, может быть. Надо знать его размеры. Тут есть табличка, можно ориентироваться на какую-нибудь по этой табличке, выставить телевизор. Ну, допустим, давайте поставим 50 дюймов, 110 на 62 сантиметра. 110. 550. Так, высоту установки розеток или центра телевизора при нем 1400 миллиметров. Так, 310 вверх, 310 вниз, если я не ошибся. Ну, всегда это можно поправить, любые ошибки. После проверки очень легко отредактировать в этой программе, ничего сложного. Так, ну, допустим, ладно, 40 миллиметров. Создаем группу. Опять удаляем направляющие. Мы получили планировку квартиры. Будем считать, что на этом этап планировки у нас не квартиры, мы получили планировку комнаты, спальни. Будем считать, что на этом этап планировки мы завершили. Дальше нужно перейти к расчету материалов, требуемых для отделов. Ну, прежде чем это сделать, у нас, обратите внимание, что у нас на самом деле материалы тут еще никакие не назначены. Давайте их сначала создадим, назначим, а дальше уже тогда будем их подсчитывать. То есть, давайте решим, что мы будем делать с материалами здесь, в этом косметическом ремонте. Так, изголовье надо выделить, допустим, ну, мы захотели выделить обоими каким-нибудь рисунком. Ну, допустим, это у нас будет классический интерьер с рисунком типа «Версай». Ну, это известный такой рисуночек. Давайте найдем его. У меня тут сохранился в файлах. Вот такой рисунок, я его заранее сохранил. Это у нас будет центральная часть обоев в этой комнате. Ну, давайте сначала наметим участок, где мы хотим его поклеить. Мы хотим зону тумбочек. Этими обоями зону изголовья ограничить. Давайте центр кровати найдем. От него вправо и влево, чтобы покрывало тумбочки. Измерим нужное нам расстояние. Ну, к примеру, давайте возьмем 1700 миллиметров. Только видите, я тут не привязался именно к самой стене. Надо, чтобы линии шли на стенах. 1700. это важно, иначе, если мы начертим не на стене, то это будет нас отдельный объект или часть объекта не привязанная к стенам. Так, 1700. Это участок у нас подобной версаль. Выделяем так. И вот видите, мы успешно разрезали полигон. Выделяется теперь точками показана оставшаяся часть выделенного полигона. Этот уже не выделен. Теперь дальше мы приближаемся и ищем вот им привязочка на пересечении и выделяем этот полигон. Все. Участок подобной версаль мы определили. Теперь надо назначить на него удалить направляющие эти обои. Как это сделать? Довольно нет ничего проще на самом деле. Опять же открываем такую папочку нажмем на кнопочку вставить и ищем файл на вашем компьютере. У меня это все на флешке. Сейчас я найду ее. Так, это вот у нас Дамаск. Открываем и импортируем как материал. Эта функция доступна в бесплатной версии программы. Но я сейчас немножко не так сделал. Почему? Потому что надо было сначала выделить эту группу, чтобы назначить именно эту поверхность. Потому что сейчас ему некуда назначаться. Повторим это действие. Вставить ваш компьютер в материал. И теперь мы его можем растянуть и задать ему нужные параметры. Вот. Назначили материал. Мы можем при желании его положение откорректировать или масштаб или его другие характеристики и так далее. на оставшуюся часть стен мы возьмем однотонные обои. Сделаем такой же самый прием. Выделим одну из граней, на которую нужно назначить однотонные обои. Вставить ваш компьютер. Вот она. Еще одни обои. Сейчас мы их увидим. В принципе, это однотонные обои. как еще один материал. Назначаем. Растягиваем, подгоняя нужный масштаб. Все это будет работать в версии Free. Проверено. То есть, мы назначили, а теперь этот материал просто надо будет скопировать на другие грани. Берем инструмент пипеточка. Он автоматически преобразуется в рулетку. Но опять я сейчас сделал неправильно. видите, я всю группу окрасил. Давайте отменим это действие. Зайдем в группу и будем окрашивать только нужные нам грани. Так, и вот еще за шкафом. Ну, там, я думаю, вряд ли мы будем клеить такие обои. Там можно ставить и белый цвет. Давайте найдем какой-нибудь белый цвет. Туда мы обои не будем тратить. Это неразумно. Так, давайте поищем белый цвет. вот у нас цвета. Найдем, допустим, вот такой белый и покрасим их в ту стену за шкафом. Все. Со стенами разобрались. Давайте посмотрим теперь с материалом пола. Обычно пол в спальне сейчас делают ламинатом. текстура ламината у нас уже подобрана. Вот такой будет темный ламинат. Давайте мы тоже назначим его на материал пола. Открываем группу. Ставить таким же точно способом создаем материал пола. так и также его вот я уже разместил. Дощечка может тонковата получилась. Как раз вот есть возможность ее немножко отмасштабировать. Это можно сделать допустим при помощи вот такого инструмента. на глаз эта функция доступна также в версии free. Ну а вот функция редактирования материалов вот здесь если мы этот материал сейчас выберем допустим вот давайте посмотрим материал который у нас вот он материал видите кнопочки редактирования материалов в бесплатной версии к сожалению недоступны то есть при нажатии на эту кнопку мы попадаем в окно изменения параметров материала это доступно только в платной версии кетчап онлайн с кетчап шок но как я уже вам показал на возможностях версии free мы вполне можем все отредактировать и настроить и в бесплатной версии free все доступно так итак мы получили назначенные материалы на стены и пол давайте мы сейчас для полноты картины сделаем потолок помещения сделать его достаточно просто давайте зайдем в редактирование группы выделим выделим пол зайдем в контекстное меню и скопируем его дальше мы выйдем из группы заходим в контекстное меню ставим на место у нас эта грань скопировалась мы ее поднимем наверх путем привязки она оказывается ровно наверху нашей коробочки ну а дальше чтобы она у нас не имела такой материал как паркет мы просто назначим белый цвет через поиск материалов найдем цвета и окрасим с двух сторон мы помним что это у нас двойная грань при редактировании группы мы можем посмотреть что она себя представляет скрыв остальную модель видите вот эта часть нам не нужна мы можем ее удалить все мы получили раскрашенную заготовку помещения с планировками теперь наша задача подготовить чертежи для того чтобы ими воспользоваться пойти в магазин и заказать рассчитать нужные материалы и так далее во первых как это сделать для начала нужно структурировать наш файл по сценам и слоям для того чтобы получить нам нужный ракурс который можно вывести и распечатать давайте так у нас тут есть несколько логических так скажем у нас есть несколько логических слоев как назвать разделим объект по слоям логически так назовем это то есть давайте создадем слои посмотрим у нас пока есть один только слой нам нужен слой мебель или планировка можно его назвать по-разному нам нужен слой пол и нам нужен слой потолок стены стены мы не будем создавать хотя можно было бы и так сделать но ладно стены остались на нулевом слое дальше как нам распределить эти объекты по слоям я покажу один способов выделяем допустим объект потолок который у нас является потолком входим на данные объекта обратите внимание открылось окно данные объекта здесь жмем и выбираем слой потолок теперь обратите внимание что этот объект находится на слое потолок как это проверить если мы выключим слой потолок то потолок у нас скроется дальше давайте мы уберем отсюда всю мебель то же самое выделяем всю мебель через данные объекта переводим это все на слой мебель на слоях проверяем да вся мебель у нас исчезла на соответствующий слой ну я бы хотел еще наверное выделить слой пол тогда нам нужно его отделить от этого объекта мы это уже делали я его через контекстное меню вырезаю и опять же через контекстное меню вставляю на место то же самое место откуда я его вырезал создаю из него группу и помещаю ее через данные объекта на слой пол проверяем опять же все на слое пола у нас находится пол а вот телевизор мы забыли на мебель перенести поэтому давайте перенесем его куда нужно все то есть мы по слоям объект структурировали теперь нужно структурировать его по сценам ну сцены это заготовки наших шортежей это сделать тоже достаточно просто для начала нам нужен план или вид сверху но на виде сверху нам наверное нужно все кроме потолка давайте включим все слои которые нас интересуют мебель пол а потолок включать не будем перейдем в раздел представления и включим вид сверху вот они четкие вид сверху без всяких углов и теперь мы можем создать сцену которую назовем вид сверху сцены у нас создаются вот здесь иконка представления в этой модели пока нет сцен нажать на плюсик мы вот создали сцену мы можем ее назвать обратите внимание скетчап хорошо поддерживает русский язык удобнее писать по-русски что я делаю вид сверху дальше нас интересует план помещения для плана помещения нужно создать еще одну сцену перейдем в ортогональный режим представления не перспективу то есть тот же самый вид сверху но теперь у нас идет представление вот без перспективного сокращения или перспективного искажения то есть такая вот плоская проекция вид сверху план NZM также ее план отлично сделано то есть заготовка для вида сверху давайте переключаемся между сценами вот он вид сверху вот он план но план у нас к сожалению видите не сохранился в том виде в котором я хотел его сохранить потому почему потому что надо было обновить эту сцену давайте опять переключу ее вот здесь и нажму на кнопочку обновить сцену все свойства сцены включая положение камеры настройки перспективы и так далее и тому подобное все обновляется и таким образом теперь это должно работать видите на плане мы видим все ровно сверху без перспективного искажения на виде сверху мы видим все в перспективе но дальше нас интересует допустим просто план без мебели как это сделать опять же просто мы можем добавить еще одну сцену в этой сцене выключить слой мебель обновить ее и назовем это план пола переключаемся между созданными планами ну давайте еще один последний чертеж подготовим это развертка стены развертка стены изголовья кровати как это сделать давайте мы переключимся на вид сверху и поставим сечение сечение у нас располагаются вот здесь плоскость сечения сечение позволяет заглянуть внутри комнаты или подготовить нужные нам ракурсы помещений через контекстное меню настроим вид по этому сечению и так как это у нас будет развертка стены то она должна подаваться в ортогональной проекции то есть без перспективного искажения вот таким образом в представлениях мы уберем показ плоскостей сечения чтобы оно не мешало нам и в настройках стилей стили это еще один инструмент который регулирует толщину линий показ фона и другие характеристики отображаемого чертежа выберем какой-нибудь подходящий стиль стили по умолчанию без фона стиль проектной документации вот это нас вполне устроит и дальше добавляем сцену которую назовем развертка стены 1 потому что могут быть еще стены 2 3 4 нумеруем как нам нравится так заготовки для чертежей у нас готовы теперь давайте посмотрим как же все-таки посчитать или посмотреть подписать используемые в проекте материалы давайте опять перейдем на вид сверху и посмотрим на то что выделив какую-то грань в данных объекта мы можем увидеть площадь которую забирает которую занимает тот или та или иная плоскость или группа плоскостей сейчас у нас данные миллиметрах это не очень удобно давайте теперь включимся уже в метры квадратные с точностью до сантиметров и увидим что допустим площадь занимаемая обоими домах составляет 8,84 квадратных метра выберем все с одинаковым материалом с обоими грани при помощи контекстного меню и увидим что площадь однотонных обоев у нас составляет 24,4 квадратных метра понятно что обои рассчитываются не только по площадям их вообще-то считают по другой формуле но в данном случае эти характеристики были бы полезны допустим если бы мы захотели покрасить эти стены а не наклеить обоями а если по обоям нам нужно знать конечно периметр помещения его высоту и черену релона эти данные мы также можем легко получить из этой программы например периметр занятый однотонными обоями можно узнать просто выделив соответствующие ребра его нижних граней и видим что периметр заданных стен составляет 10,57 метров эти данные мы также можем включить в наши подписи или в расчеты то же самое касается других характеристик итак мы можем посмотреть при помощи этой программы площади периметры объектов или плоскостей занятые по теле или иные виды материалов можем посмотреть допустим площадь пола или площадь паркетной доски или ламината 19,59 квадратных метра то есть все эти данные мы можем легко узнать но на чертежах их нужно как-то оформить то есть показать подписать это опять же делается с помощью специальных инструментов давайте перейдем опять в наши сцены и просто один чертеж какой-нибудь сейчас подпишем его и отправим на печать и дальше по такому же примеру вы сможете подготовить и другие чертежи но допустим нас интересует давайте самый простой план пола возьмем для того чтобы сделать подписи для этого чертежа а чтобы эти подписи не отображались на других листах мы наверное не должны создать для подписи на этот чертеж отдельный слой и этот слой назовем как план пола размеров будем работать на этом слое сделаем его активным и для плана пола что важно можно проставить вообще-то все габаритные размеры по длине по ширине при помощи инструментов размера также подписать площадь и заголовок чертежа давайте это сделаем проставим размеры при помощи инструментов размеры сейчас у нас идут размеры в метрах они у нас так отображаются они у нас так отображаются помещения 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 понятно что размеры мы проставили это может быть полезно при покупке плинтусов при расчете периметра помещения опять же для тех же плинтусов и так далее так площадь пола мы знаем из контекстное меню данные объекта мы видим что площадь составляет 19,5 давайте возьмем так как всегда надо брать запас 20 квадратных метров то есть мы можем это сразу подачи нужно покупать 20 квадратных метров давайте подпишем где-нибудь сбоку что ламината нужно 20 квадратных метров так ну давайте вот здесь подпишем ламинат 20 квадратных метров надпись у нас не очень заметная давайте мы ее сделаем позаметнее при помощи контекстного меню входим в данные объекты здесь мы можем управлять его шрифтом давайте увеличим его размер сделаем его полужирным изменили ему цвет ну и уберем стрелочку она нам наверное не нужна указатель указатель скрыта так ну и давайте сделаем заголовок чертежа опять же при помощи такого же инструмента назовем его план пола через данные объекта опять же увлечем его размер полужирный полужирный так вернемся в нашу сцену посмотрим как она выглядит так выглядит нормально вот зеленый фон может быть нас не совсем устраивает давайте выберем стиль с белым фоном и обновим сцену так мы получили план пола и теперь наша задача сохранить его на компьютер чтобы им воспользоваться это делается при помощи экспорт PNG обратите внимание здесь можно настроить размер экспортируемого изображения его внешний вид экспортируем продолжаем идет в папку загрузочки откроем его посмотрим вот у нас чертеж который можно распечатать и использовать при покупке ламината или как часть проектной документации это видео лишь небольшая часть того что вы научитесь на курсе практикум дизайна интерьера в SketchUp о курсе вы сможете прочитать в ссылке под видео на курсе вы узнаете абсолютно все инструменты онлайн версии SketchUp и техники работы с ними вы построите трехмерную модель квартиры и полностью проработаете ее дизайн включая кухню прихожую гостиную спальную зону санузел построите санузел санузел продумаете продумаете управление светом расставите выключатели а также проработаете электрику 18 марта в учебном центре специалист при МГТУ имени Баумана спасибо за внимание до новых встреч